...человека. Такой и сам человек. Аминь. Все, что нам нужно, друзья, это обновлять свой разум. И вкладывать Божию истину в наше сердце. В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не греши перед Тобою. Не обязательно идти в дом блудницы. Грешить можно в разуме. Иисус сказал, если даже посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Аминь. Знаете, смотрим мы из разума. Это наш разум смотрит. Это наш разум видит. Это наш разум все понимает по-своему. Но мы должны понимать так, как понимает это Бог. Видеть и смотреть так, как смотрит на нас Бог. Аминь. И Бог смотрит на нас и говорит, ты возлюбленная моя. Правое крыло, вы слышите? Бог говорит, ты возлюбленная моя. Скажите аминь. Аминь. Любовью вечную я возлюбил тебя. Скажите кто-то аминь. Аминь. Необновленные люди в разуме, они не знают, почему это аминь говорит. Потому что они не соединяют себя с Богом. Потому что они не верят, что Бог их любит. А не верят, друзья, это плод невежества в наших мыслях. Мы просто не обновляем свой разум. Аминь. Бог любит меня. Аминь. Аминь. Повернись кому-то. Скажи, Бог любит тебя. Бог любит тебя. Аллилуйя. У нас сегодня брат из Массачусетса вместе с нами. Он по работе проезжал. Мне нравятся такие люди, которые не хотят просто в переезде, в каком-то месте, не использовать эту возможность, чтобы не попасть на служение. Но он попал. Давайте дадим Богу славу за Александра. Аллилуйя. Будь благословен. Итак, друзья, на прошлой неделе мы проповедовали о чем? Я пою тебе хвалу. О май гад. О власть. Иисус сказал, даю вам власть. О силе и о власти. Власть. Скажи, власть. Власть. Не говори, как кролик, говори, как лев. Власть. Власть. Знаете, в корейском народе есть такая мудрость. Когда дети начинают бизнес, родители им говорят детям. Начинай, как лев. В худшем случае ты останешься котенком. Но в лучшем случае ты останешься и будешь победителем. Аминь. Поэтому, друзья, когда Бог говорит, я даю вам власть. Власть это не просто, знаете, абстрактное что-то. Это реальная моя позиция во Христе Иисусе. Аминь. Я знаю того, в кого я уверовал. И я знаю, искупитель мой жив. И я знаю, в один день он изменит и преобразит всю жизнь мою. Аминь. Аллилуйя. Можно услышать? Аминь. Поздайте славу Господу. Чтобы двигаться в силе, друзья, Иисус наш пример. Ишуа Мишах является нашим примером. Чтобы двигаться в силе, мы должны делать то, что и Он делал. И сразу кто-то думает, мертвых воскрешать. Слушай, воскрешение мертвых – это только плод его обновления ума, разума. Аминь. Для того, чтобы совершать Божью силу, совершать Божью работу, двигаться в силе, тебе нужно обновление. И Писание говорит, Иисус, когда был ребенком, Он возрастал. Скажи, возрастал. Возрастал. Возрастал в благодати. Возрастал в мудрости. И Дух Божий был на нем. И у меня для тебя добрая новость. И если ты возжелаешь возрастать в Божьей мудрости, и если ты возжелаешь возрастать в Божьей благодати, Дух Божий будет на тебе тоже. Аминь. Потому что это территория Святого Духа. Аминь. И Библия говорит, когда Иисус преобразил свое мышление, отождествил себя с Небесным Отцом, мы читаем это в Священном Писании, у нас есть на плакате даже Евангелие от Иоанна 10.30, Он мог заявлять, я и Отец, что? Одно. Одно. Мы одно. Знаешь, когда твой разум обновлен, неважно, в каких ты ситуациях находишься, но если ты знаешь, что ты и Отец одно, ты также будешь знать, тебе все задействует ко благу. И все зло, которое сделали тебе знакомые, близкие, родные люди, твой Бог, Он силен, обрати в добро. Воздайте славу Господу. Знаете, церковь – это не просто собрание людей. Я считаю, церковь Иисуса Христа – это сверхъестественное явление миру. Аминь. Потому что мы не просто здесь собрались в зале. Бог восхотев, всемогущий сверхъестественный Бог, Он восхотел, родил нас словом истины. Скажи аминь. Аминь. Это произошло сверхъестественно. Я не знаю, как у тебя, у меня раньше в жизни я не знал Бога. Мои родители были нерелигиозными людьми. И когда Светлана Ангельевна пригласила меня, идите, сходите и посмотрите на служение, как поклоняются Богу настоящие молодые люди, я пошел, чтобы ей доказать, что она попала в секту. Но слава Богу, что в том месте, куда я пошел, когда ты идешь в Божью церковь, ты обязательно встретишь Бога. И я там встретил Господа. И с того дня Он возродил меня Духом Святым, и я всему свидетель. Потому что я знаю, каким я был без Бога. И я вижу, каким Он делает меня, и каким Он хочет сделать. Аминь. Преобразить всю твою жизнь. Аминь. Он хочет делать какими нас? Такими, как Иисус. Знаете, Иисус, Он вечный победитель. У Него нет ни одного проигрыша. И даже смерть она не смогла удержать Его. Он воскрес из мертвых. Поэтому Писание говорит через апостола, подражайте мне, не знаете, как верить, подражайте мне, как? Как я Христу. Аллилуйя. Скажите, аллилуйя. Сестры, у меня для вас добрая новость. У Бога, несмотря ни на что, прекрасное будущее для вас. Аминь. Братья, у меня для вас хорошая новость. Несмотря ни на что, у Бога прекрасное будущее для вас. Аминь. Не все братья в день. Аминь. Но хочешь оставаться в сером своем прошлом, это твой выбор. Знаете, Бог никого в Царство Небесное силы не приводит. Это решение самого человека. Я хочу. Я хочу купаться в Его океане любви. Я хочу пребывать в Его благодати. И свое желание я выражаю действием, потому что вера без дел мертва. Аминь. Аминь. Он говорит, если ты научишься, дорогуша, если ты научишься из ничтожного извлекать, что? Драгоценное. Из ничтожного. Знаете, мы как люди по своей человеческой природе, по сравнению с Богом, ничто. Но если ты из проповедующего будешь извлекать слово, которое он получает, как рема, в твою жизнь, Бог говорит, я подниму твой уровень жизни через твою веру и сделаю тебя, как свои уста. Аминь. И тема сегодняшнего служения – памятники. Аллилуйя. Тишина на Ивановском кладбище. Памятники Божьи. Скажите кто-нибудь, Аллилуйя. Аллилуйя. Мы начнем. Мы начнем. Вы не поверите. Весь мой конспект стерся. Верим, бывает. Представляете? Как это может быть? Дальше подросся. Духа. Представляешь, Духа. Я. Спокойствие, как говорил Карлсон. Спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Ну хорошо, тогда будем проповедовать из Духа. Шинда, лама, кинда, лама, сэй. Давайте помолимся для этого. Отец, во имя Иисуса, благослови нас сегодня. Раздели с нами это время Духом Твоим Святым. Я прошу Тебя, мой Бог, чтобы Иисусом был сегодня прославлен. Дух Святой, открывай Твою истину сегодня детям Твоим. Мы любим Тебя, мы верим Тебе, мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Давайте дадим славу Господу. Что-то у вас какая-то слава, знаете, странная. Вы меня извините, но непонятно. Аллилуйя. 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 Памятники Господни Памятники связаны с напоминанием Это очень важно и драгоценно знать и понимать Конечно мы не поклоняемся памятникам, которые человека прославляют Памятники Божьи и памятники человеческие И они имеют одну радикальную способность В том, что в Божьи памятники они всегда прославляют Бога Амин? И мы начнем из одного места Священного Писания Которое находится в Иисуса Навина, книга Иисуса Навина, 4 глава Вы помните, кто такой Иисус Навин? Это человек, который ввел Израиль в обитованную землю Амин? Амин или не амин? Амин! Знаете, Моисей не смог ввести Израиль в обитованную землю Он довел их до Ханаана Но ввел в обитованную землю Иисус Навин Последователь Моисея Амин! Знаете, что такое обитованная земля сегодня для нас? Это все Божьи обетования О счастье, которое Бог имеет в твоей жизни Амин! Но чтобы эти обетования не исполнились в твоей жизни Богу нужна твоя вера Это так или нет? Амин! И наша вера, она основана Божья вера Она основана на слышании Слова Господа Амин! Потому что вера человеческая Она тоже на чем-то основана Она основана на человеке Когда мы приходим к врачу И нуждаемся в какой-нибудь помощи Врач нам дает слово, что мы должны сделать Правильно? И когда мы верим его слову Его человеческому слову И делаем так, как он говорит Оно срабатывает, если он правильно нам сказал Амин! Вот точно так же и в духовном мире, друзья Когда мы берем Божье Слово Божье обетование В свою жизнь Мы должны верить, что это обетование Однозначно исполнится Скажи, исполнится Бог дал силу и власть наступать на змеи на скорпионов Не просто так, чтобы мы жили в пустыне В пустыне не нужна тебе сила и власть Потому что в пустыне ты выживаешь Но ханаане ты завоевываешь Отвоевываешь все Божьи обетования Которые по вере и по праву принадлежат тебе Скажи Аминь И вот смотрите, что произошло с Иисусом Навином Перед тем, как войти в Ханаан Вы помните, они встретились с одной рекой Да, Иордан Как ее звали? Иордан Им нужно было перейти Иордан И знаете, если бы Иордан Некоторые говорят, Иордан это маленький орык Но в тот момент, когда Иисус Навин проходил через Иордан В момент жатвы Иордан, Писание говорит, растекался из своих берегов И это была очень опасная река Потому что если бы там был небольшой орык Богу не нужно было, Израилу не нужно было Особых проблем пройти через него Но посмотрите, что сделал Бог Скажите кто-нибудь, Иордан Иордан это место, на котором ты прощаешься с пустыней Для того, чтобы войти в свой Ханаан Иордан это место, когда ты говоришь нам себе Все, я не буду жить прежним серым образом жизни Мы же серые, слышали такое? Я не буду, я буду другим И вот что произошло Когда весь народ Израиля перешел через Иордан Господь сказал Иисусу Кто сказал Иисусу? Молодцы Возьми себе из народа двенадцать человек По одному человеку из колена И дайте им повеление И скажите Возьмите себе отсюда Из середины Иордана Где стояли ноги священников неподвижно Двенадцать ковней И перенесите их собою И положите их на ночлег И будете ночевать Где будете ночевать в эту ночь Иисус призвал двенадцать человек Которых назначил из сынов Израиля По одному человеку из колена И сказал им Иисус Пойдите перед ковчегом Господа Бога вашего Все в середину Иордана И возьмите оттуда И положите на плечо свое Каждый по одному камню По числу колен сынов Израиля Чтобы они были у вас Лежащим всегда Чем? Скажите громко Скажите громче Знамением Скажите знамением Когда спросят Вас в последующее время Сыны вашей скажут К чему у вас эти камни Вы скажете им В память Скажите память В память того Что вода Иордана Разделилась перед ковчегом Завета Господа всей земли Когда народ Переходил через Иордан Тогда вода Иордана Разделилась таким образом Камни сии будут у вас Для сынов Израилевых Памятником Наверх Скажите аминь Аминь И сделали сыны Израилевы Так как повелел Господь Камни сии Да будут у вас чем? Памятник Памятник Знаете Памятник означает Напоминание Бог заинтересован Знаете Вот у нас Здесь Под черепной коробкой Есть мозг Он разделен На отдельные Отделы Есть небольшой отдел Как он называется Который связан с памятью? Можичок Он связан С памятью человека Это очень важно Если ты хочешь Завоевать Ханаан Ты должен научиться Оставлять у себя В памяти В памяти Не то что Бог не смог сделать Вы слышите меня? Да Но то что Бог сделал Потому что Враг Он тоже Заинтересован Использовать Нашу память Вы знаете это? Да Он заинтересован Использовать Нашу память Чтобы наша память Она была засеяна Семенами Обиды Семенами Неверия Семенами Того чего Бог не смог сделать В жизни Одного человека И если мы Ацентируем Все свое внимание На неудачи других Неудачи других Начинают преследовать нас Точно так же Как мы Ацентируем Свое внимание На успех других И успех других людей Начинает преследовать нас Скажите Аминь Тот Бог сказал Израилю Вы должны Взять эти камни Знаете Когда Израиль Входил в Иордан Он на тот момент Как я сказал Уже Был опасной рекой И Случилось так Что Бог сказал Когда священники Войдут В середину Иордана Воды Иордана Раступятся То есть Одна вода Которая течет с гор Станет стеною А вода Которая убегала В море Она убежит И все От нее Ничего не останется А вы Пройдете Посуху Скажите Аминь Аминь Это сверхъестественное Событие Почему она Так важна Потому что Чтобы завоевать Весь Ханаан Друзья Мы должны Акцентировать В своей памяти Только положительные Моменты Божьи Которые Бог Имеет Для нас Аминь Аминь С негативными Моментами Ты не сможешь Завоевать Свой Ханан Потому что Когда ты будешь Сражаться И завоевывать Негативное Будет бороться С позитивным И ты будешь В постоянных Сомнениях Если кто-то Понимает меня Скажите Аминь Я прошел Этот путь Я не проповедую У меня даже Конспекта нет Я не проповедую По конспекту Потому что Это мой путь Который я прошел И я знаю Как он работает Чем больше Я сражался Знаете Для того Чтобы утвердить Позитивное От Бога В свою жизнь Сражался Со своим Необновленным Разумом Ничего не происходило Я стоял На месте Но как только И оставил Негативный Опыт Мы где-то Слышали Это слово Апостол Павел Сказал Забывая Заднее Мы Простираемся Вперед Вперед Ты Простиреться Вперед Своим Божьим Обетованиям В своей жизни Можешь только В том случае Если ты Примешь Решение Оставить Весь Твой Негативный Опыт Сейчас Время Воздать Славу Господу Потому что Некоторые люди Они входят Но если они Входят С негативным Опытом Даже в Ханаане Они живут И остаются В этих же Проблемах В месте Где течет От Бога Молоко и Мед Скажи Амин Почему Не потому что Бог не может Что-то сделать В твоей жизни Потому что Твой разум Не обновлен Потому что Ты не принял Решение Остаться И разрушить Все негативные Демонические Памятники Которые Сатана Настроил В твоей жизни Воздайте Славу Господу Как это понять На сегодняшний момент Есть женщины Жены Которые не могут До сих пор Простить ошибки Своих мужей И ты думаешь Ну это моя тайна Послушай Это твоя тайна Она влияет На тебя Саму Потому что Все бывает Хорошо Нормально Но моментально Бывает такое настроение Как туча Раз изменилась Вроде солнце было И растуча Что поменялось У тебя Дорогая А ничего Она скажет Но внутри Она знает Она что-то Вспомнила Она что-то Вспомнила И знаете Весь день Весь уикенд Даже может улететь Уйти В никуда Амэн Почему Сработал Памятник Демонический Потому что На самом деле В реальности Он уже не такой Какой сделал ошибку Двадцать лет назад Он уже другой Он уже обновился Но Встречали таких людей А помнишь Послушай А кто тебе сказал Помнить Негативные вещи Бог запретил Израилю Вспоминать Негативные вещи Поэтому Ты не можешь Войти В свое счастье Дух Святой Здесь Помазание Божье Здесь Сила И власть Господа Здесь Но чтобы Соединиться С ней Ты должен Разрушить Негативные Памятники В своей жизни Закричи Халалюя Принять Решение Разрушить Значит Принять Решение Я прощаю Я разрушаю Эти демонические Твердыни Которые Сатана Построил В моем Негативном Сознании Вы слышите Меня За тебя Это никто Не будет Делать И за меня Это никто Не будет Делать Но если Ты хочешь Быть счастливым Ты будешь Им Бог сказал Поставь Иисус Нами В память И это Было При начале И если Вы Будете Досконально Изучать Эту историю При начале Завоевания Хана При начале Входа Во все Божьи Обетования Научись Ставить Памятники Божьи Это не то Что Бог не смог В твоей жизни Сделать Но возьми Изничтожного Извлеки Драгоценное И скажи Мой Бог Может Закричите Кто-нибудь Мой Бог Может Ха Аллилуйя Он Может Вселять Для меня Не важно Что происходит С другими людьми Для меня Важно Что будет Происходить Со мной Амин Иисус Иисус Сказал То Что Делаю Я И вы Будете Делать Но он Говорит Вы будете Делать Когда будете Взирать На меня На начальника И совершителя Верой Вашей В отчаянных Ситуациях Амин Поэтому апостолы Говорили Находясь В отчаянных Обстоятельствах Мы Мы Не отчаяемся Почему А мы знаем Того В кого мы Уверовали Аллилуйя Знаете Вот У некоторых Женщин Сингл Женщин Если Негативный Опыт Был С каким-то Парнем Им Трудно Начинать Общение С новыми Людьми Сразу У них Подсознание Знаете Если Они Не разрушили Этот Демонический Памятник Он Такой же Как и Другие Козлы Нужно Разрушить Памятников Мужчины Козлы Амэн 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 И наоборот И наоборот Женщины Стервы Знаете Однажды Мы решили У нас В Узбекистане Есть одно Водохранилище Червакское Водохранилище И когда Моя жена Она была Беременна Анастасией Я захотел Ей устроить Уикенд Чтобы она Подышала Свежим воздухом Я о девочке Очень долго Мечтал И знаете Как японцы Во время Беременности Они Пыль Стряхивают Своих жен Они не позволяют Женам Входить в стресс Потому что Они знают Стресс Влияет Не на нее Больше На его ребенка И поэтому Они холят Свою жену Но как только Она родит Они отделяют Ребенка А ты помнишь Сколько я за тобой Ухаживал Ну Это не про это Я просто хотел Анастасию Доча Которой я мечтал Всю жизнь Мы поехали На червас Водохранилище И памятником Знаком Что мы попадаем В правильное место Был один памятник Козел Я не знаю Почему Да Ты знаешь Это Ты была Козел И знаете Уже темнело Навигейшн Тогда не было В те времена И мы подъезжаем Уже чуть ли не на ощупь И там один Океак Сахал Идет На своем Транспорте И я говорю Эй Океак Где здесь Козел И он говорит Кто козел Я козел И говорит Нет Я ищу памятник И он нам объяснил Когда до него дошло Знаете Вот что Памятники делают В нашей жизни Они определяют Какими Мы будем В нашем Будущем Дойдем ли мы До цели Если ты хочешь Дойти до цели Счастья Совершенства Полноты Своих дней Ты должен Ставить Памятники Господни Несмотря ни на что Аминь И о благочестивый человек Говорил Ставя памятник Говорил А я знаю Искупитель мой Жив Несмотря ни на что Тот Ласты склеил Тот ушел Господу Я знаю Искупитель мой Жив И Он восстановит Последний день Всю плоть мою Скажи аминь Аминь Потому что Дьявол с негативным Образом Других людей Он желает Используя Их негативный Образ Акцентировать Все наше внимание На негативном Почему? Чтобы мы не вошли В свое будущее Прекрасное И благословенное Скажите аминь Аминь Знаете То о чем я проповедую Это реально До того как я женился У меня был гражданский брак И был Я тогда не в Боге был У меня был гражданский брак И он был настолько ужасный Что я говорил сам себе Я больше Никогда не женюсь Правы мужики Семейного счастья нет Знаете Я построил себе памятник На основании негативного опыта Но это не означает Что счастья нет Потому что Когда я уверовал Бог открыл мои глаза И знаете Я влюбился В одну женщину Женщину Влюбился И очень Долго Мы осторожно Знаете Подходили к этому моменту Долгина Ничего серьезного У нас легкий флирт Знаете Я так счастлив За это выражение Что я построил памятник Легкий флирт Потому что у нас сейчас Легкие отношения И мы до сих пор Флиртуем друг с другом Скажите Харалюя Все будет в твоей жизни Так Как ты захочешь Какую ты картинку увидишь Именно эта картинка Будет осуществляться В твоей жизни Будешь достраивать Свое сознание Негативными памятниками Дьявол будет Поднимать ручки И говорить Молодец Молодец Так и поступай Ну послушай Бог говорит Нет, нет, нет Сын и дочь У меня для тебя Есть прекрасное будущее У меня для тебя Есть прекрасное будущее Говорит Господь Скажите Аминь Аминь Знаете Но это прекрасное будущее Прекрасное далеко Не будь ко мне жестоко Да оно не жестоко к тебе Ты не будь жестоким К этому прекрасному Разрушься Демонические памятники В своей жизни Скажи Аминь Аминь Перед тем Как Бог сказал Гидеону Ты будешь Израильским вождем Бог сказал Гидеону Ты что-то должен Сделать Гидеону Вы помните Что он сделал Он разрушил Все демонические Памятники Когда Израиль Поклонялся Другим Чужим народам Скажите Аминь Аминь Бог не мог Ты можешь Ты можешь Жить без страха Писание говорит Кто вошел В покой Его Вера Это покой Почему Потому что В сознании Нет демонических Памятников Нет демонического Напоминания Не о том Что у меня С Богом Будет Все плохо Скажите Аминь Аминь Памятники Они от Господа Божьи памятники Вы помните Что сказал Иисус В Новом Завете Ты скажешь Пастор Это Ветхий Завет В Новом Завете Помните Что Иисус сказал Вспоминайте Жену Лотову Вау Ну-ка Ну-ка Минуточку Как у нас Одна подруга Любит говорить Когда хочет Что-то доказать Остановить разговор Минуточку Давайте разберемся А давайте разберемся Что с женой Лота Произошло Она осталась До сегодняшнего дня Памятником Для тех людей Которым Бог говорит Через нее Как нельзя Поступать Чтобы Войти И наследовать Свое благословение Амин Амин Иисус сказал Вспоминайте Жену Лотову Почему? Потому что Имея будущее Прекрасное Бога Она Не рассталась Со своим Прошлым Именно Озираясь На прошлое Она Не смогла Войти Вперед Она Осталась На одном Месте Когда Ты смотришь На свое Негативное Прошлое На болезни Которая Мучила тебя Может быть Недели Или две Ты всегда Будешь стоять На одном месте И даже Хуже Знаете Со временем Этот памятник Соляной стол Распадается И ты будешь Распадаться Но Когда ты Примешь решение Но-но-но Сатана Я знаю Твои все Нычки Для моей жизни Не получится Амин Иисус говорил Дьяволу Но-но-но Сатана Отойди от меня Сатана Амин Ты не введешь Меня В негативное Прошлое И Ева Развесив Уши В необновленном Разуме Послушала И дьявол Застроил Ее сознание Памятниками Сомнения И неверия И духа Лжи А этого Могло и не Произойти Могло или нет Да Поэтому Иисус Говорит Вспоминайте Про жену Лотову А что нам Вспоминать Про нее Господь Да потому что Оглядываясь На свое Прошлое Она не смогла Войти В ее будущее Ну это ты скажешь Можешь учиться Со всеми Но 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 И ее муж Мужик И двое детей Вошли Они вошли Или нет Но послушайте Соня Оглядываясь На негативное Прошлое Она разрушила Не только Свою собственную Жизнь Она принесла Еще проклятие Своей семье Потому что Дочери ее Вошли В сексуальную Связь С ее Мужем С их Отцом Которое Было Мерзостью Для Бога И родились Два проклятых Народа Маонитяне И амонитяне Которые Во всю Жизнь Являются Врагами Бога А почему Why Это произошло Потому что Кто-то Оставил Право За собой Оглядываться На негативное Прошлое Я слышу Как Дух Божий Говорит Ты не можешь Войти В мое Будущее Не потому что Я не могу Это сделать Потому что Ты еще что-то Держишь В своей жизни Что-то еще Скрываешь Что-то еще Не разрушило Но я слышу Так же Как Дух Святой Говорит Если ты Разрушишь Сегодня До основания Скажи До основания До основания Знаете Разрушать Можно по-разному Можно одну ручку Этого идола Разрушить Да Можно Шубанов Понадавать Там волосы Прическу ему Попортить Но основание Не разрушено Но нужно Взять Меч Духа И разрушить До основания Всякое неверие В исцеление Разрушить До основания Всякое неверие В семейной Счастливой жизни Разрушить До основания Все что Дьявол понастроил Ты увидишь Бог Будет строить Все Новое Закричи Аллилуйя Слава Иисусу Оказывается Мы можем иметь Дух силы Но мы можем Ходить в поражении Почему? Потому что Дух поражения От этих памятников Тенью Он двигается За нами И шептит Ты не сможешь Ты не сможешь Ты не сможешь Ты не сможешь Я все могу В укрепляющем меня Иисусе Христе Знаете Когда я веровал Очень часто Мои друзья Мне говорили Знаешь Жизнью с Богом Ты очень много Потеряешь Ты очень много Потерял Я знаете Вам могу признаться Честно Да Действительно Отчасти Это правда Я потерял Потерял влияние Проклятия Над собой Потерял влияние Чемольнического духа Над собой Потерял влияние Негативных мыслей Над собой И что я приобрел В вечную жизнь Все божьи обетования Которые во Христе Иисусе В моей жизни И все И все Оры Я советую тебе Тоже что-то Приобрести От Бога И потерять Что-то Тоже От Господа Поэтому Бог Называет нас Вы новое творение Вы слышите? Аминь Бренд Нью Как говорят На английском Совершенно Новое Неприкасаемое Во Христе Иисусе Мы такое творение Где дьявол Не может Прикоснуться к нам Если мы Не позволим Аминь Поэтому Библия Говорит Не давайте Никакого места Дьяволу Аминь Аминь Воздайте Славу Господу Памятники Господни Это прекрасно Памятники Господни Они Напоминают нам О том Что Бог Может Делать Некоторые Пробовали Устраиваться В хорошей Компании На работе И может быть У тебя Негативная Память Осталась Разруши Весь Всю власть Негативной Негативной Памяти Скажи Аминь Аминь Потому что У Бога Есть Положительный Экспермент Для тебя Библия Говорит Не видел Того Глаз Аминь Не слышал От того Уха Что Бог Приготовил Кому Любящим Любящим Первая заповедь Какая Любовь Знаешь Когда мы По-настоящему Вспоминаем Это слово И ставим В память Любовь Она сводит Нас с ума Знаете Мы не можем Адекватно Соображать Когда мы По-настоящему Любим Знаете Почему Потому что Кто-то тебе Будет говорить Да открой Глаза А ты говоришь Я уже Открыл Давным-давно И не могу Закрыть их Вы слышите Меня Любовью Ты пленил Меня И поэтому Я приобрел Твое благоволение Амэн Амэн Я говорю Про тех Которые Сейчас Родители И которых За 60 И за 70 Потому что Вы выросли В такое время Когда Родители И отцы Они не знали Что такое Любовь Они знали Что такое Долг Мы должны Надо Тебя никто Не мог утешить По-настоящему Никто не мог утешить Увидеть Твою душевную боль Ответить На мучения Твоей души Не потому что Они были плохими Они не научены Просто были Знаете Но это не означает Что мы должны Держаться За этот Негативный опыт У нас есть Аба Отче Мой любящий Папочка Который Так возлюбил Меня Что отдал Сам себя Отдал Иисуса Христа На смерть Для чего? Чтобы я Жил Никогда Никогда Не погиб Скажи Чтобы я Жил Никогда Не погиб Знаете Погибель Это не то Что враг Если враг имел Власть Без нашего Разрешения Он бы уже Давным-давно Нас погубил Но Дух Божий Он назван Удерживателем Он защищает Когда мы Пребываем в нем От демонической Власти В нашей жизни Друзья Убивает нас Не дьявол Услышьте это Дети Божьи Убивает нас Мы сами Наше негативное Прошлое Негативное Сознание Внутри нас Поэтому Нам нужно Обновление Ума Когда Произошло Обновление Ума Так как Говорит Бог Из него Исходила Сила Исцеляла Всех Это не Лозунг Это будет Происходить С теми Которые Обновят Свою Жизнь По-настоящему И будут Радикальными В Боге Разрушив Все Демонические Памятники В своей жизни Амин Вспоминайте Жену Лоту Это Наставление От самого Господа И я верю Это наставление Оно является Благословением Для нас Вернемся К нашей истории Книга Иисуса Навина Третий стих Четвертая Глава Третий стих И дайте Повеление Скажите Возьмите Себе Отсюда Из середины Иордана Скажите Из середины Иордана Как вы думаете Что такое середина Это центр Это самое Глубокое Место Бог Разрешает Нам Вернуться В свое Прошлое В самое Глубокое Место Где мы Должны были Погибнуть Только с одной Целью С памятью В том месте Где мы Должны были Утонуть И погибнуть И где Враг Уже готов Был Уничтожить Но именно В глубоком Месте Бог Вспомнил О тебе Амин Бог Вытащил Тебя Из Глубокого Рва Это Должно Для нас Являться Основанием И фундаментом Нашей веры Любовь к Богу По отношению Ко мне Кому-то Надо Выдохнуть Старую память Выдохните Единственное Место Куда мы Можем Возвращаться Это Вспомнить В глубину Рва Ситуации В которой Мы находились В безнадежном Ситуации Есть такие Люди Которые Попадали В такие Ситуации Я знаю Эти ситуации Я Помню И к своей Жизни Но я Помню Не для того Чтобы Воздавать Дьяволу Славу Как он Меня Опустил Низко Нет Я помню Для того Чтобы воздавать Славу Богу Откуда Он Вытащил Меня И поднял Давид Ставил Памятники И говорил Ты извлек Меня Из ямы Из ужасного Болота Где Должен Быть Погиб Но Ты Вывел Меня На Пространное Место И поэтому Я буду Славить Тебя Поэтому Я буду Разрушать Всей демоническую Ложь О моей Жизни И утверждать То Что Богом Запланировано Для меня Аминь 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 Кто-то сейчас Слышит О, ты не должен Разрушить Твое прошлое Это так дорого Для тебя Если оно было Свято с поражением Или с бесами Ты обязан Разрушить Эти вещи Скажи Отойди от меня Отойди от меня Знаете Разрушить Дух Непрощение Это очень важно Почему Очень важно И как Мы это Можем Сделать Слова Иисуса Они могут Нам помочь Когда Палачи Распинали Жертву Вместо Того Чтобы Просить Защиты У Двенадцати Легионов Ангелов Жертва Иисус Христос Он молился За палачей Говоря Отчушить Демонический Памятник Непрощения Сказать Отче Прости Скажите Отче Прости Ибо Не знали Что делали Амин Почему Он Это Делал Потому что Даже В самых Отчаянных Ситуациях Он наблюдал За том Чтобы Дьявол Не построил Никакого Демонического Памятника Никакой Негативной Информации В его Памяти Вы слышите Меня Поэтому Писание Говорит Божья Воле Всегда Прощение По делу Тебя Обидели Или Не по делу Всегда Прощайте Всегда Длагословляйте Всегда Молитесь За обижающих Вас Почему Ибо Не знаю Что Делают Воздайте Славу Господу Аллилуйя Из глубины Мы должны Помнить Всегда Где глубоко Нашел нас Иисус Хранить Это В своей Памяти Потому что Именно Эта память Поможет Тебе Приближаться К Богу Библия Говорит Приблизься К Богу И Приблизиться К вам Не думайте Что это Легко Если бы Это было Легко Сейчас бы Весь мир Приблизиться К Нему Но я вам Скажу Нечто Чтобы Приблизиться К Нему Ты должен Что-то Потерять Именно Когда Ты теряешь Владь Демонического Над своей Памятью Над своей Живенью Именно В этот Момент С каждым Разом Разрушая Демоническое Ты становишься Легче Чище Духи И приближаешься К Богу Разрушаешь Демоническое Становишься Легче Чище Богу И приближаешься К Богу Амин Амин Поэтому Приблизься Если Ты не можешь Приблизиться Когда у тебя В сердце Рана Когда у тебя В сердце Обида Какое Приближение Меня так Унизили Я такое Унижение Произошел Над собой Разруш Говорит Господь Все демонические Памятники Над собой Ты не Жертва Ты не Рак Рабы Не прощают Жертвы Не прощают Но Бог Говорит Ты свободный Отныне Ты свободный Мой Сын И моя Дочь Поэтому Очень важно Друзья Не оставлять Служение Нашего Кажется Пустяк На одно Служение Не приду Но именно В этом Служении Ты можешь Найти Недостающий Пазл Божьей Благодати Который Был Так Не Уходим Для твоей Души Вспоминайте Жену Лотову Говорит Господь Поставьте Памятник Того Чего Делать Нельзя Если Мы хотим Добиться Успеха Друзья Мы должны Научиться Подражать Успешным Личностям Аминь Поэтому Иисус Говорит Солнце Да не Взойдет Во небе Вашем Родители Должны Разрушать Непрощение В сторону Своих Детей Знаете Мы можем Не прощать Не подавая Видом У тебя Все хорошо Да У меня Все хорошо Но внутри Ты чувствуешь Смерть Иисус Говорит Вы выглядите Как живые Но Внутри Вас Смерть Почему Потому что Внутри Вас Мысли Которые Разрушают Личность Человека Однажды Мы с женой Где-то Отдыхали И я увидел Обратил внимание На одну семейную пару Им где-то За 80 Уже 85 И знаете Они сохранили Романтические отношения Друг с другом За ручку Они шли Вдвоем И это Так было Трогательно Два Божьих Одуванчика И на тот момент Знаете Я был Намного Моложе Их И мы Такие шли Не сошлись В мнении Две Личности Знаете Такие Не сошлись В чем-то В общем Все Идем На своей Дорогу Я в своей А на свою Сторону Я в свою И знаете Дух Святой Проговорил Ко мне Говорит Не теряй Божьей благодати Подойди Скажи Просто Прости Мужья Должны Научиться Просто Автоматически Говорить Прости Не потому Чтобы знаете От тебя Отстали Нет Осознавая Памятник Прощения Он открывает Благорасположение Твоей жены Для тебя Потому что Чаще всего Они не правы Но мы Сильные Должны С насильником Еще Бессильником И не Себе Угождать Когда я Сказал Взял за ручку Прости Знаете Прямо Как электрический Ток Божья Благодать Она Опять Вернулась И мы Идем Такие Ля-ля-ля-ля Все Хорошо Уже Нету Туч Уже Нету Хмурого Настроения Уже Опять Хочется Совершать Подвиги Опять Хочется Что-то Новое Опять Хочется Новых Отношений И мы Праздновали Это дело Зашли В ресторан Амин Амин Почему Мы В окресенье Можем Кодить В рестораны И иметь Романтические Отношения Мы Можем Мы Обязаны Это Делать Амин Амин Ты Скажи У меня На ресторан Денег Нет Но есть Кафе Старбакс Ты знаешь Романтическую Обстановку Ты можешь Дом Устроить При свечах Зорвать Где-то Рост Лепестками Засыпать Сюх Постель Лепестками Свежих Рост А почему Мы должны Жить Как серые Мыши Почему Мы должны Проживать Свою Жизнь Как Все Знаете Мне друзья Говорили Семейно Жить Ты не можешь Быть счастливым А я Я сегодня Заявляю Всему миру Вот камеры стоят Во Христе Ты обречен На семейное Счастье Потому что Когда ты во Христе Ты не ищешь Своей воли Ты хочешь Чтоб в твоих отношениях Иисус Иисус Был прославлен Да будет Воля Твоя И на земле Как И на небе Закричи Халлилуйя Вонтакте Слава Господу Памятники Господни Это Благословение Памятники Демонические Это Проклятие Поэтому Бог Говорит Избери Жизнь Чтобы Жил ты И все Потомство Твое Аллилуйя Мы будем Заканчивать Хотя Не хочется Заканчивать Знаете Но мы можем Продолжать Даже закончив Эту проповедь Продолжать Жить В этом Духе Победы Обиженные Люди Никогда Не могут Быть победителями Потому что Обида Это Слабость Прощение Это Сила Это Есть Победа Аллилуйя И Библия Говорит Прощайте Как И Бог Во Христе Простил Вас А вы Задумывались Когда-нибудь А как Бог Во Христе Простил Нас Не Вменяя Нам Никаких Грехов И Никаких Преступлений Что значит Не вменяя Не напоминай Нам А помнишь Как ты Меня предал Это Бесы Напоминают Но Бог Он говорит И беззаконий Твоих Я Не вспомяну Боли Вы слышите Меня? Он говорит Я это делаю Ради себя Самого Книга Пророка Исаии Бог говорит И грехов И беззаконий Почему Потому что Бог Есть Свет В котором Нет Никакой Тьмы Прошлых Ошибок И грехов Как мы Родители Прощаем Наших детей Которые признали Свою вину Да все Уже Твое расположение Уже с ним Точно так же И Бог Когда мы Исповедовали Свои грехи Он принял Нас Такими Какие Есть Но Он говорит Нам Услышьте Иди И впредь Не греши Не оскорбляй Ближнего Не оскорбляй Жену Дорожи Женой Почему? Потому что Это Санас Ленится Вечной Жизни Потому что Я благословил Тебя Этим Человеком Знаете Сингл Сердка Не живите Негативным Опытом Разрушьте Весь этот Негативный Опыт Поверьте Мне Потому что У Бога Есть человек По вашему Сердцу Ты скажешь Он один На миллион На миллиард Да Но именно Его Бог и приведет В твою жизнь Потому что Знаете Вы знаете Свой опыт Когда вы Без головы Бросались Какие-то отношения Когда сердце Вам говорило Не надо Это делать И когда Совершили Ошибку Вы слышали Тот же голос Помнишь Я же тебя Предупреждал Не надо Было Этого Делать Почему Потому что Бог все знает Бросаясь Лепую В какие-то отношения Вы не приобретаете Вы теряете Теряете Частичку Вашей души Но сегодня Есть новая новость Гуд ньюс Если Бог Нас назвал Новым творением У него Есть памятники Новых побед Для нашей жизни Для нашей жизни Субтитры Голоса Что Нас назвал Нас 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 Нас